Что может быть приятнее, чем покупка нового автомобиля? Да ничего! Ну, пожалуй, разве что покупка нового Lexus GS300. И, казалось бы, элитарный автомобиль должен быть элитарен и идеален во всем. Но, однако, не все так просто. Дело в том, что даже в самых крутых автомобильных салонах, и в том числе в городе Москве, машина проходит странную предпродажную подготовку. Обрабатывает всякими там восковыми полиролями, ну, чтобы она красиво смотрелась. Ну, мы доехали с Москвы до сюда, провели моечку и увидели. И увидели, что ваш новый автомобиль нуждается в доработке. Где это можно сделать и как это сделать качественно? Вот, приехав сюда, в автомоечный комплекс Войда-Дыр. И сегодня мы внедрим в новый автомобиль технологию Мистер Кэп. Среди людей творческих, а мы без сомнения таковыми являемся, существует такая мерзкая профессия критик. Среди ваших, дорогие зрителей, эта профессия называется проще. Всератель. Ну, знаете, такое ничтожество по жизни, существующее по принципу, добадаясь до столба. И мы с презрением и с неодобрением относимся к таковым. Но в этом материале на некоторое время придется переквалифицироваться. Итак, вот он столб, а точнее объект добадывания. Кто-то может сказать, что новый салон автомобиль идеален. А вот и не согласимся. Автомобиль даже с конвейера нуждается в предпродажке, которая не всегда идет на пользу. На сегодняшний день, опять же, все автомобильные производители красят по новой технологии. Это керамический лак. Все они утверждают, что это у них супер лак, супер краска, она крепкая и так далее. Но в любом случае вы можете его поцарапывать. В таком, как бы, моменте, как бы вы поступили. Раз он супер, да, но полировать его нельзя. Для этого и существует Мистер Кэп. А теперь смотрите внимательно. Вот она паутинка на нулевой, казалось бы, краске. А здесь явно работали низкосортным полиролем. А здесь, а здесь и выход есть. Но секундочку внимания, откуда все это берется? Да элементарная протирка пыли с сухой или влажной тряпкой в салоне. При предпродажке. Вы что думаете, что там все стерильно и каждое утро авто везут на мойку? Ню-ню. Как будем ликвидировать нервное потрясение бывшего счастливого владельца? Визитом в специализированный центр. Ближайший автомобильный завод это ВАЗ. Машины везут непонятно откуда. В салоне вроде бы влестят. Через 2-3 мойки уже не влестят. Может ли Мистер Кэп служить как средством профилактики, так и средством защиты, лечения? Да, все автомобили новые, я имею ввиду, поставляются на рынок, ну, конечно, потребителю автовозами. В свою очередь их защищают специальными пленками или специальными восками. Автосалоны не хотят применять специальную химию. Она стоит определенных денег. И они все вот это убирают непонятно чем. В свою очередь, когда они убирают непонятную химию, непонятными составами, они краску царапают. Чтобы клиенту доставить автомобиль в идеальном состоянии, они применяют механическую абразивную полировку. Тем самым спиливают какой-то микронный слой лака, наносят тефлон. Через 5-7 мойки, когда клиент купил машину, приезжает, моется, у него на кузове появляются так называемые зайчики, разводы. У клиентов возникают вопросы, почему у меня новая машина, она уже поцарапанная, якобы это поцарапали вы на мойке. Но мы это доказываем очень просто. Почему? Потому что автосалоны после вот этой абразивной полировки швы в швах не убирают пасту. Если ее не убрать, она застывает как цемент. То есть мы доказываем клиенту, показываем, что вот у вас паста здесь, вам ее отполировали. В свою очередь полировка, какая бы она ни была, она в любом случае царапает. Вот. И как бы вопрос снимается. Вот. Мы же в свою очередь предлагаем новый автомобиль защитить, чтобы у вас не было проблем в дальнейшем. Кстати, о цене вопроса, и стоит ли это того? Ответ первый. От 18 до 28 тысяч. В зависимости от размеров авто и сложности выполнения работы. Что дорого? Но технология по трудоемкости и по расходу недешевых материалов действительно сравнима с покраской АПГО. Которая стоит в разы дороже. И не факт, что без косяков. Мистер КЭП же наносится на ваше родное покрытие. Тщательно и не спеша. Сначала смывая грязь. Даже ту, которую увидишь разве что микроскопом. А затем, так же тщательно и не спеша наносится полимерное защитное покрытие. Толщиной в несколько микронов. Но суть его – потрясающе прочные межмолекулярные связи. И высокие отражающие способности. Если чуть загрузил, объясню. Молекулы соединяются, как кольчуга на рыцаре. Или кевларовый жилет на спецназовце. И при намеке на враждебное проникновение гасят его всей площадью. Так что и от мелких камушков, и от пескостроя дорог машина защищена. И это покрытие стереть можно. Но очень сложно. И возвращаясь к цене вопроса, скажем, покраска одной детали выйдет вам в вышеозвученную сумму. А мистер Кэп работает долго. Итак, за моей спиной находится тот самый красивый и теперь уже сияющий всеми цветами черной радуги – Lexus. Автомобиль – мечта для россиян, но действительность для американцев. Автомобиль, который ласково в Америке называют не Lexus, а Lexus. И сегодня он приобрел свое звучание и новый цвет, благодаря шведской технологии Мистер Кэп. И вот результат. Теперь до такой машины сможет дободаться только пьяный в Каку Криник. После суток, проведенных на операционном столе комплекса твой до дыр, мы изъянов не увидели. И вот он наш любимый ведерный тест. До и после обработки. Как говорится, комментарии порождают желание. Срочно обработать свое авто подобным образом. И кстати, реально и очень эффектно смотрятся цветные машины, окрашенные яркими акриловыми красками. Конечно, при выезде с автосалона на красном или желтом, а возможно и белом авто, вы об этом и не задумываетесь. Но приглядевшись внимательно через месяц, в 100% случаев заметите и замытости, и надоевшую паутинку. Но расстраиваться не надо. В городе есть надежный защитник, в лице воспитывая Чуковским и слегка извиненного в названии комплекса твой до дыр. В арсенале которого есть реально работающее средство по восстановлению гордости и чувства душевного комфорта владельца. Мистер Кэп.